Она основала собственный бренд одежды задолго до того, как в нашей стране в большом количестве начали заявлять о себе молодые дизайнеры. Фирменный стиль маки, женственный, драматичный и при этом очень современный. Как он возник и как развивался в течение 15 с лишним лет, рассказывает его автор, идейный вдохновитель, дизайнер и бизнес-леди Ольга Киселева. С самого детства у меня были такие мечты, и когда уже школа подходила к концу, я выбрала швейнер. Почему-то у меня такое сложилось впечатление, что нужно пройти все ступени от начала до дизайна одежды. Я партноль по специальности, конструктор, закройщик. То есть веду сейчас свой бизнес и знаю все аспекты этого бизнеса. Когда-то, когда мы начинали, это было название мастерская Киселевой. Маки. Вот отсюда это пошло название. А потом, уже когда я начала работать, и через несколько лет это настолько сильно ко мне прилипло, что люди вообще удивлялись, что это не моя фамилия. Мы шили вообще только платье. Потом приходили девушки, и мы поняли, что нужна база. То есть мало того, что ты умеешь шить красивые платья, сочетать какие-то там фактуры ткани, еще что-то, нужно гардероб, чтобы был наполнен разными вещами. И мы начали делать лубки, топы. Потом пошли жакеты, верхняя одежда, пальто. Мы, если честно, не анализируем спрос. Мы шьем вот то, что я вижу. Я могу увидеть какую-то ткань, и мне понравится фактура, цвет, неважно что. И я могу сразу на ходу, лучше придумать, что из этого будет очень круто смотреться, на мой взгляд. Потом я дорабатываю эту идею в голове, рисую. Обязательно мы шьем пробный экспериментальный образец. Мы все модели испытываем на себе, я сама ношу все у своего бренда. И мы очень много работы проводим именно с силуэтом, с кроем. Здесь можно позволить себе совместить и бархат, и трикотаж, и сделать это удобным, комфортным для жизни. То, что мы делаем, это совместная работа нескольких людей. Это управляющая нашим производством, швейном. Неотъемлемая часть успеха, я считаю. Здесь и Михаил Барышников, фотограф, которому надо отдать должное. И это талантливый человек. Это девочки-консультанты, которые на месте работают в бутике. Все с нашими любимыми клиентами, налаживают с ними контакт. Это, я считаю, тоже большой очень труд. Нельзя сказать, что это бренд или это один человек. Это все равно люди, которые работают в команде. Это такой вопрос щепетильный. Как правило, человек, когда к тебе приходит, он уважает твой труд. И люди, ценители настоящие, индивидуального пошива, они знают, что это такое. Что нельзя сделать быстро, это ручной труд. Или нельзя сделать сильно дешево. Или из-за одного, как в сказке, там, куска, не сделать 11 изделий. Ну, то есть, такие моменты, конечно, всегда присутствуют. Ты пытаешься добиться своей цели. И у тебя есть цель быть не дизайнером, я хочу стать дизайнером, я буду дизайнером. А у тебя есть цель принести в этот мир, в этот город для этих людей, которые тебя окружают, что-то красивое, на твой взгляд. Это мое видение. И когда ты начинаешь чем-то заниматься, неважно, дизайн, одежда или еще что-то, главное, мне кажется, всегда четко осознавать, что это работа, в первую очередь. Что это не красивые фотографии и не какие-то там мероприятия, презентации, еще что-то. Что в первую очередь это работа над собой, на производстве, в бутике, еще где-то в командировках. То есть это тяжелый труд. Но я думаю, это такой же труд, как и любая другая профессия.